Привет, сегодня у нас козырный смартфон от Xiaomi, Mi Mix 2S. Скажу честно, приятно делать обзор на устройство такого уровня, особенно когда его стоимость просела и теперь он вполне доступен среднему пользователю, а не только сыну маминой подруги. Но я обещаю, что придираться будем, если будет к чему. Взвесим, так сказать, все за и против. Вы на канале Smart Plus, поехали! С выходом слайдера Mi Mix 3 цены на него ощутимо просели, и на данный момент за версию 6 128 гигабайт просят в районе 380 долларов. За версию 6 64 где-то 360 долларов на Алиэкспресс. И обращаю ваше внимание на то, что именно данный смартфон можно взять в магазинах по месту, не по драконовским ценам. Для вашего удобства я прикреплю ссылки, где можно посмотреть цены в Китае, Украине, России. В Украине, кстати, недавно были такие же цены, как на Али. В общем, смотрите и сравнивайте. Внешний данный смартфон действительно вау! Особенно уау для тех, кто не любит монобровь. При диагонали в 6 дюймов он имеет очень компактные габариты, и не будет торчать одним краем из вашего кармана, и мешать завязывать шнурки. В высоту всего 151 мм, а в толщину 8,1 мм. Из-за тонкой верхней рамки тут некуда было установить фронтальную камеру, и ее переместили вниз. Индикатор событий тоже есть, конечно, и тоже внизу. Есть два варианта расцветки данного смартфона – черный и белый. В живую черный смотрится шикарно, что спереди, что сзади. Корпус керамический. На белом, кстати, будут меньше заметны отпечатки пальцев. Но все же, он просится в чехол, так как керамика при неудачном падении, ну, сами понимаете. На это намекает и сам производитель, комплектуя смартфон фирменными чехлами из коробки. Кстати, чехлы хорошего качества, приятные на ощупь. И обратите внимание, вот на этот угол. Нет, это не заводской брак. Мы пробовали открывать им пиво, так как больше ничего не было под рукой. И чехол реально защитил смартфон. Да, это жестко. Нет, мы не спятили открывать флагманом пиво, это шутка. На самом деле, он уже успел разок упасть на плитку. Хоть и с небольшой высоты, но чехол оказался как раз кстати, как вы заметили. Ведь на нем нет царапинки. Но и сам чехол немного скользковат. Если поставить смартфон на стол, на что-то оперев и, например, смотреть фильм, он может съезжать от вибраций звука. Так что заказать дополнительный силиконовый чехол, наверное, будет не лишним. Сама коробка, в которой поставляется смартфон, тоже симпатичная, квадратная. Внутри, кроме смартфона, чехол, кабель Type-C, скрепка, инструкция и зарядник с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Существует еще беспроводная зарядка, которую можно докупить отдельно, примерно за 20 долларов. Ведь смартфон поддерживает беспроводную зарядку. Экран IPS Full HD 18 к 9. Углы обзора, конечно, отличные. Цвета ближе к естественным, не перенасыщены. Вообще, лично я рад, что здесь именно IPS. А кто любит AMOLED, есть Mi 8. Яркость экрана отличная, как минимальная, так и максимальная. Есть возможность отрегулировать баланс белого. Олеофобка очень приятная. 2,5D скругления по краям тоже на месте. На улице в морозную погоду я заметил некоторые шлейфы при скролле. А так, особых претензий к дисплею больше нет. Внутри смартфона установлен топовый процессор от Qualcomm Snapdragon 845. Благодаря чему смартфон очень отзывчив. Интерфейс просто летает. Управление жестами очень приятное. Никаких микролагов. Все открывается и сворачивается молниеносно. Приложение тоже очень отзывчивое. Да и включается смартфон быстро. Что касается игр, то запаса производительности даже в самых требовательных хватит с запасом еще на года 2-3. Видеоускоритель Adreno 630. И можно свободно играть на Ultra практически во все игры. Те, которые хорошо оптимизированы. Тут вопросов нет. Чтобы хранить все это добро, предлагается три варианта памяти. 64, 128 и даже 256 гигабайт. Я бы рекомендовал остановиться посредине на 6-128. Чтобы с запасом раз уже брать такое устройство. Хотя и 64 гигабайт хватит большинству пользователей. 128 гигабайт версия дороже примерно на 20 долларов. Стоит переплатить. Лотки тут кстати только на 2 сим-карты. Но в карте памяти с такими накопителями нет особого смысла. Все стандартные сенсоры тут конечно же есть. А еще Xiaomi во флагманы добавляет и барометр. Может кому-то пригодится. Приемник GPS как всегда отличный. Еще Xiaomi ставят инфракрасные порты для управления техникой. Жаль, но такому тут места не нашлось. Хоть ими народ пользуется не часто, но все же. Оболочка тут уже MIUI 10. Обновление прилетало уже 3 раза. Кстати обратите внимание на то, что желательно брать глобальную версию смартфона. Если брать Global ROM, нужно в этом что-то понимать. И осознавать, что это китайская версия смартфона прошита на глобальную прошивку. А также там будет китайский зарядник с переходником на нашей розетке. Новичка в покупке на Алиэкспресс приставка Global ROM может ввести в заблуждение. Нужная версия называется Global. Сейчас Xiaomi балуется загрузчиками. Внедрен анти-роллбэк. Так что настоятельно рекомендую обращать на это внимание. А если у вашего смартфона будет разблокирован загрузчик, работа NFC вам не светит. А на глобалке у вас не возникнет никаких проблем в перспективе с обновлением и поддержкой. Кто знаком с прошивками от Xiaomi знает, что тут много настроек, которые помогут кастомизировать ваш смартфон. Причем оболочка очень быстрая, красивая, с красивой анимацией, управлением жестами и так далее. Тут все плюсы данной прошивки раскрываются полностью. Пацаны вообще, ребята, классно вообще. Звук. Как вы заметили, тут нет выхода по 3.5 Jack. И вам придется пользоваться комплектным переходником для проводных наушников или использовать Bluetooth наушники. Причем APTX тут поддерживается. Но как показывает практика, один раз надели переходник на любимые наушники и забыли. Пусть себе висит на них, чтобы не потерять. А вообще спорное решение, с учетом того, что влагозащиты тут нет. По звуку тут точно так же, как и во многих других смартфонах от Xiaomi. Громкость звука программно ограничивается. Это если европейский регион. И иногда может не хватать ее. Но если выставить ту же Индию, звук встает намного громче. Тут уже хватит всем. Качество самого звука понравилось. И конкретно под ваши наушники вы можете подобрать подходящий звук, использовал пресеты или эквалайзер. Что безусловно расширяет звуковые возможности для пользователя. Внешние динамики тут дают стереозвук. Вторым динамиком выступает спикер разговорного. При этом звук приятный, без хрипов. Можно сказать даже в принципе, не только среди Xiaomi. Это Mi Mix 2S. Но замечу, что например Redmi Note 5 звучит громче. Хотя тут звук тоже не тихий. А все же. Что интересно, Redmi Note 5, как ни странно, по звуку из внешнего динамика мне нравится больше. Чем порадует камера? Dixomark Mi Mix 2S сдали 97 баллов. 101 за фото и 88 за видео возможности. Плюс, как известно, прошивка обновляется и камеру тоже потихоньку допиливают. Тут двойная основная камера. 12 плюс 12 мегапикселей. Одна широкоугольная, вторая телефото. У основного модуля есть 4-осевой оптический стабилизатор. Что даст меньше шевеленки при съемке фото на длинной выдержке. А значит смазов будет меньше. Камера действительно радует в плане фото. При хорошем освещении все очень красиво и четко. Конечно же есть режим боке с размытием заднего фона. Причем доступна возможность постобработки фото. Будь то увеличение или уменьшение степени размытия. И даже применение эффектов размытия. Фото в этом режиме делает второй модуль камеры. И даже при не очень хорошем свете снимки получаются вполне неплохие. Хоть апертура выше чем у основного модуля. F2.4 против F1.8. Была возможность сравнить со смартфоном Mi Note 3, где камера тоже очень неплохая. Mi Mix справляется лучше. Особенно заметна разница в плохом освещении, как в фото, так и в видео. Пример записи видео на смартфон Mi Mix 2S. У нас тут снежок. Освещение уже не самое лучшее. Но тем не менее в 4К, 30 кадров, все выглядит очень даже неплохо. Звук вы тоже можете слышать. Стабилизация оптическая. При Full HD можно активировать и электронную также. Освещение плохое. Full HD 30 кадров. И вот такое у нас качество. Проверка звука. 1, 2, 3, 1, 2, 3. В общем качество у нас вот такое. В камере также есть ручной режим с множеством возможностей. В плане возможностей камеры они тут широкие. И это уже больше чем просто обычная камера в обычном смартфоне. Чего не скажешь о фронтальной камере. Она тут совершенно обычная на 5 мегапикселей. И супер качество от нее ждать не стоит. При этом для селфи смартфон нужно переворачивать, чтобы получить правильный ракурс. Такие камеры ставят и в более дешевые устройства. Но сказать, что она тут очень плохая нельзя. Хорошая. Для телефона 150-200 долларов. Тут производитель явно не делал сильного акцента на фронталку. Потому если вам ну очень нужна хорошая фронтальная камера, тогда это не ваш выбор. И смотрите в сторону Mi 8 или Mi 8 Lite. Автономность. Батарея здесь на 3400 мА. Это по современным меркам немного, но и не мало. У того же Mi Mix 3 меньше на 200 мА при чуть большем экране. Данной емкости вам точно будет хватать с утра и до вечера. При использовании даже чуть выше среднего. Но посадить при желании его можно будет и за полдня. Если активно играть и смотреть видео. За полчаса просмотра YouTube смартфон сядет на 5%. За полчаса игр на 6-7%. Это довольно неплохие показатели. Отличной особенностью есть быстрая зарядка Quick Charge 3.0. Из 7 до 67% смартфон зарядился за 42 минуты. От 0 до 100% зарядится за 1,5 часа. Особенно быстрая зарядка идет в начале. И за 15 минут можно набрать заряда, чтобы оставаться на связи весь день. Теперь нам остается всего лишь подвести итог и сделать выводы. Первый и самый главный вывод, он безусловно стоит своих денег. Ведь легко даст прикурить более дорогим устройствам от известных вам брендов. Тут современный дизайн. Смартфон компактный и выглядит дорого. Хотя чехол закроет красоту сзади, но отсутствие верхней рамки будет радовать глаз. Хороший экран, очень мощный процессор, которого вам хватит для всего и надолго. Отличные камеры с оптической и электронной стабилизацией. Есть NFC, поддержка быстрой и беспроводной зарядки. В категорию «А что не так?» отнесем ничем не примечательную фронтальную камеру на 5 мегапикселей, которая расположена не там, где мы привыкли. Тут уже нужно выбрать или монобровь, или фронталка снизу. Также непонятным решением есть отсутствие входа по 3.5 миниджек на фоне отсутствующей влагозащиты. И подмечу, что тут нет инфракрасного порта для управления техникой, к которому мы привыкли в смартфонах Xiaomi. Во всем остальном, похоже, он чуть ли не идеален. Это я сказал как обзорщик. Теперь как пользователь добавлю. Я рад, что еще остались флагманы с IPS-экраном. И в таком удобном компактном виде. В целом, им реально очень приятно пользоваться. Такой смартфон я могу советовать к покупке, учитывая его стоимость. А версия на 128 гигабайт будет хорошим выбором. Обязательно напишите, что думаете о Mi Mix 2S. Также о его прямых конкурентах. С вами был Smart Plus. Обязательно подписывайтесь на канал. Мы стараемся выискивать и показывать вам годноту в плане цена-качество. А также коллега из канала Smart Plus Test протестирует игры на данном смартфоне. А потом сравним камеры с iPhone XS Max. Так что подписывайтесь и на этот канал, и на Smart Plus Test. Вот подсказочка выезжает справа сверху, если уже есть игры. Или смотрите ссылку в описании. Ну а напоследок пару слов от завсегдатая нашего канала. Ну а что я могу сказать? Snapdragon 845 это как болид в Формуле 1. Я летаю на этом железе. Аж тошнит бывает от такой скорости. Ха-ха-ха-ха. Подписывайтесь на канал. Скоро посмотрим на самый бюджетный Xiaomi с процессором NTK. И даже запустим на нем пару игр. Вот умора-то будет. Я не завидую этому андроиду, что живет там. Хотя... Хм... Увидим. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok